Скучность в коридорах Брестской городской детской поликлиники номер один привычное дело. Каждый кабинет работает в три смены. Стеллажи завалены медицинскими карточками. У врачей нет времени для индивидуальных консультаций. Усугубляет положение тот факт, что лаборатория и часть диагностических служб первогородской находятся на арендных площадях, разбросанных по всему городу. В одной дети сдают анализы, в другой получают консультацию врача, а в третьей назначается лечение. Открытие долгожданной детской лечебницы на улице Кижеватого призвано решить эти проблемы. К слову, работать она начнет уже совсем скоро. Сегодня поликлиника имеет большую степень готовности. Мы имеем сегодня заказанное оборудование. Имеем уверенность в том, что в этом году поликлиника будет закончена в январе месяце. Она принес первых детишек. Новое здание детской городской имеет площадь в несколько раз большую, чем все помещения, в которых размещаются филиалы и службы нынешней поликлиники. Около 600 маленьких пациентов смогут без труда расположиться в новом шестиэтажном здании. Но все же главную роль при лечении детей будет играть современное оборудование. Поликлиника получит новые виды медицинской помощи. Развивается физиотерапевтическое отделение. У нас будет водолечебница. На сегодняшний день таковой нет в городе вообще амбулаторной помощи. У нас получат развитие теплолечения, другие виды физиотерапевтического лечения. Проблема транспорта – еще один вопрос, волнующий мам города. Не совсем удобное размещение будущей поликлиники озадачило жителей юго-восточных микрорайонов, поскольку добираться на улицу Кижеватого с маленькими детьми будет проблематично. Однако мэр города заверил, что реконструкция поликлиники повлечет за собой широкую реорганизацию транспортного сообщения. Мы сделаем реконструкцию улиц, пустим автобусы, наводим сообщения. Поэтому в следующем году, когда будет работать поликлиника, и эти вопросы тоже будут решены. На перепрофилирование незавершенного здания детской лечебницы потрачено порядка 46 миллиардов белорусских рублей из городского бюджета. Вместе с оборудованием эта сумма увеличится до 70-75 миллиардов. Сегодня реконструкция находится на завершающей стадии, и уже можно говорить о том, что в конце осени здание первой городской детской поликлиники переедет с улицы Халтурина на улицу Кижеватого. Продолжение следует...